В нашей стране формируется устойчивая четырехпартийная парламентская система. Это становится очевидно, что выборы выигрывают большие политические машины. Я не хочу пророчить то, что в политике прогнозы самый неудачный, самый неблагодарный жанр. Но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, малые партии, вновь образованные партийные проекты, они, конечно, не наберут необходимое количество голосов. И третий раз подряд у нас будет четырехпартийная Государственная Дума. Учитывая, что нынешняя политическая кампания серьезно обременена внешнеполитическим контекстом, ничего скрывать, очень неблагополучная у нас эскалация напряжения западными странами. У нас горит это подбрющее украинское, Донецк, Луганск, в Сирии проблемы. И здесь, конечно, верховная политическая власть нашей страны стратегически верный вектор, верное направление выбрало проведение общенациональной, такой значимой федеральной кампании, как выборы депутатов Государственной Думы. В чем заключается этот вектор, в чем заключается стратегия? Это предсказуемость, это то, о чем вы говорили, конечно, некая вялость, это отсутствие каких-то взрывных, ярких, интересных, агрессивных кампаний политических, для того, чтобы сохранить в это непростое время некую стабильность, социальную, прежде всего, политическую стабильность. И, конечно, исходя из такого посыла наших кремлевских бонз, я думаю, что все участники политического процесса, все участники вот этого выбранного забега, выбрали такую немножко скучноватую, достаточно консервативную стратегию, я не знаю, там какие-то пиар-хады. И как результат, это, конечно, достаточно скучная кампания получается, кампания получается без каких-то ярких, яростных столкновений, конфронтаций по линии борьбы идеологической, межпартийной. Даже, причем, что удивительно, я не ожидал, что это же общее настроение, эта атмосфера какого-то полусна, полуявия политической, также скажется и транслируется на одномандатные выборы. Все же 10 лет в нашей стране не было выборов в национальный парламент среди одномандатников. И следовало ожидать, что борьба пойдет достаточно остро. То есть она будет как-то запоминающейся, местами даже скандальной. И что мы видим, но это касательно Новосибирской области, за исключением каких-то там, ну, локальных инцидентов, в целом она также предсказуемо прошла бесцветно, скажем так, и пресно. Ну, что поделать, вот такая общая политическая атмосфера. В принципе, я считаю, что и народ у нас, у нас очень мудрый и политически грамотный народ. Когда начинают рассказывать о том, что наши люди политически безграмотные, они невежественные, они приходят на выборы. Кстати, вот на сегодняшний час мы с вами видим, что такая низкая вот эта явка, настолько она неубедительна, что многих это раздражает участников политического процесса. Многие считают, что избиратель виноват. А я считаю, что избиратель в очередной раз демонстрирует мудрость, присущую нашему народу. Он понимает, что его реальная повседневная социально-экономическая жизнь, благополучие его семьи, его близких, никоим образом никак не связаны, никак не синхронизируются с тем, кто там будет в Государственной Думе. Каких парней наизбирают и от каких партий. И народ подсознательно, где-то часть осознанно понимает, что их жизнь идет абсолютно параллельно, абсолютно вне пересекающихся плоскостях жизнью нашего национального парламента. Поэтому он предпочитает в эту солнечную, праздничную погоду, природу, в это уходящее вишнево-золотое бабье лето, проводить его на дачах, проводить его где-то с шашлыками, с друзьями на рыбалке, что в принципе тоже неплохо. То есть все, по большому счету, участники этого большого политического действия, этой мистерии удовлетворены друг друга. То есть народ блаженствует вот в эти теплые дни у себя на огородах и на дачах. Политики организованно спокойно отмобилизовывают своих активистов, приводят их к участкам. Я думаю, к 12 ночи мы уже обсчитаемся все, и посмотрим, что опять будет воспроизведена четырехпартийная система нашего национального парламента. И все довольны. Народ доволен, что его не утомляли политические деятели какой-то сверх жесткой, грязной борьбой. Политические, партийные боссы довольны, что народ проявляет такую мудрость, такое респектабельное, ленивое отношение к этим выборам. Поэтому считаю, что все выигрывают. То есть партия со своим избирателем, избиратели со своими партиями. Кто придет, но те действительно замотивированы. Те действительно уже во многом представляют из себя некие фэн-клубы, как футбольные фанатские фирмы есть, как есть поклонники тех или иных, я не знаю, там, великих артистов, каких-то групп. Поэтому это очень здорово. Это указывает на то, что мы действительно достигли такого внутрироссийского политического консенсуса, когда стабильно и предсказуемо все в нашей стране.